В эфире Би-Би-Сева. Новости с человеческим лицом. 38 лет он беседует с нами на радио русской службы Би-Би-Си. Сева Новгородцев. И хочу вам напомнить на прощание день рождения Эминема. И вот его композиция Slim Shady. Счастливо, до завтра. Что мы знаем об этом человеке? Это была революция отношения, другого взгляда на мир, на самом деле. А не просто рассказывание о каких-то новостях. Он как старший брат был для нашего поколения. Его шутки, которые там звучали, это анекдоты были на весь Советский Союз. Чего мы не знаем. Сева мне подарил кольцо, которое он сам сделал. Я его не снимаю. Сева учил меня, как нужно парковать машину. Когда мне нужна была гитара, он дал мне свою гитару. Начальство было, надо сказать, серьезно озабочено этим. Как это так, что вот один человек вдруг получает мешки и писем, а изотмевает собой все остальное. Для многих в СССР радиопередачи Новгородцева были практически единственным источником знаний о западной рок-музыке и культуре. У Севы даже сформировался фан-клуб. 25 лет как не бывало. В советские годы почитатели программ Севы записывали их на магнитофон, расшифровывали и передавали друг другу как сокровище. Но и сейчас фанаты готовы внимать каждому его слову. Это все как бы о музыке, но на самом деле не только о музыке. Сева учил нас быть гражданами, быть мужчинами, если говорить обо мне конкретно, быть культурными людьми, отличать ложь от правды. Это очень важное умение. Первичное. Более того, Сева оказался в положении того человека, который мог нам это объяснить тогда, когда этого не могли объяснить ни родители, ни школа. Он развил во мне какую-то жажду жизни, жажду приключений, жажду познаний окружающего мира. И, в общем, за это я ему всю жизнь буду благодарен. Повороты судьбы. Ставший знаменитым благодаря западным голосам, Сева рос в семье советского руководителя. После войны началась борьба с так называемым безродным космополитизмом. Сталин ополчился на евреев. Отец мой, еврей по национальности, пережил кучу неприятностей, его исключили из партии, сняли с работы. Он оказался на полтора месяца в нервном диспансере с нервным срывом. И, в конце концов, в мае 49-го мы покинули Ленинград с тем, чтобы переехать в Эстонию. Драма о Севе всего 9 лет. Позади меня Таллиннская русская гимназия, или для меня 23-я средняя школа, которую я здесь закончил. Школу построили в 54-м году. Я очень хорошо помню это время, потому что в том году в Советском Союзе отменены были отдельные мужские и женские школы, и мальчики и девочки впервые учились вместе. И я сел на парту рядом с настоящей живой девочкой. Это было незабываемо. После школы Сева пытался поступать в театральные институты, но не был принят. В итоге, по совету отца, он вернулся в Ленинград и пошел в морское училище. Когда я поступил в училище Макарова в 57-м году, этого моста Александра Невского не было. Это была тихая площадь, такой большой тупик, где по пятницам 4 часа мы занимались строевыми занятиями. Шагом! Харш! Налет! Здесь же он увлекся джазом. Несколько лет Сева пытался совмещать морскую и музыкальную карьеры, но джаз все же взял вверх. Сева, как и почти многие участники нашего оркестра, были партизанами, перебежчиками. Ведь Сева бежал фактически в другую реальность, потому что джаз был убежищем. Вообще музыкант был очень хорошим. Это дисциплинированный, ответственный и талантливый человек. И потом, впоследствии, он играл в оркестре Юсифа Вайнштейна уже без меня, без многих, и даже возглавлял неким образом, скреплял этот оркестр. Он такой настоящий лидер, у которого всегда очень комфортно людям объединяться для какой-то идеи. Выйти на большую сцену джазовому оркестру удалось только после 11 провальных худсоветов и серьезных уступок. Энтузиазм Севы падал. Он решил заняться поп-музыкой и перешел в ансамбль «Добрые молодцы». Мы встретились с Севой, и он говорит, ну ты что, продолжаешь играть джаз? Я говорю, да. А ты, говорю, вот что, продался за деньги играть популярную музыку с этой группой «Добрые молодцы», которую я, в общем, не любил. Сева был гораздо шире. По возможностям своим инструментальным он уступал Гольштейну, он уступал ему в какой-то стилистической сверхточности и прочее. Был, может быть, более поверхностным музыкантом свинга и бебопа, но его знаний и его сноровки хватило на то, чтобы ухватить лидерство в другой музыкальной области. Для этого надо было родиться джазменом, потому что только джазмен может покончить с одним, начать с другим, перейти к третьим. «Добрые молодцы» гремели. Группа давала по 2-3 концерта в день. После трех лет такой жизни я загрустил, заголодал на 21 день, переосмыслил жизнь и бросил эстраду. Цензура толком не позволяла развиваться в джазе, а эстрада не приносила удовлетворения. Зайдя в тупик, Сева решил искать удачу за рубежом. Он отказался от советского гражданства и уехал в Рим. Вскоре ведущий русской службы Би-Би-Си Алексей Леонидов предложил ему попробовать себя на радио. Я уговорил Севу сделать тест голоса. Это понравилось. А потом его пригласили в английское посольство, где он сдавал тест. Вот он сдал этот тест и приехал в Англию. В здание Бушхауса я вошел впервые 1 марта 1977 года. Этой встречи с Би-Би-Си я ждал почти полтора года. Из Италии было никак не уехать. Документы мои итальянцы потеряли и в конце концов выписали мне паспорт для путешествий. В своих письмах с начальством я подписывался «Gentlemen in waiting». Добрый вечер и привет из Лондона. Сегодня речь пойдет о самых популярных пластинках недели, как здесь в Англии, так и в Соединенных Штатах. В 1977 году Сева начал вести программу поп-музыки из Лондона, позже превратившуюся в знаменитые рок-посевы. Диск жакейского жанра в России еще не было. Я двигался ощупью, а слушатели поддерживали меня советом и критикой. Появилась тогда редкая возможность бросить живое слово всем изнывавшим от тоски застоя. Вот эта вот революция, которую Сева произвел, рассказывая о западной музыке и западной поп-музыке в первую очередь, это была революция отношения другого взгляда на мир на самом деле, а не просто рассказывание о каких-то новостях поп-музыки. Это, я думаю, было первое такое осмысленное музыкальное окно в тот музыкальный мир, в котором мы все рвались. Андрей Макаревич начинал слушать BBC, будучи еще совсем молодым музыкантом. Каждую программу идеологического диверсанта, как называли тогда Севу, все любители рока ждали с нетерпением. Когда в эфир выходил Сева, мы всегда знали, что это про то, что нам интересно, и это будет именно так, как нам интересно. Мало того, он, зная нас и чувствуя нас, он раскопает и преподаст нам ту информацию, именно ту, которую нам не хватает. Я зову нас Севу Новгородцеву, который... слушателя программ Сева Новгородцева, Макаревич постепенно превратился в друга. Севу мне подарил кольцо, которое он сам сделал. Я его не снимаю. Ты знаешь, я ведь разработал для англичан теоретическую платформу выпивания. Поваренные наши книги в английской. Насколько они ей пользуются? Ну, я бы на радио пропагандировал это и всячески им показывал. Несколько лет меня таскали везде. Я им объяснял, что есть две школы. Одна на выдохе, другая на вдохе. Я говорю, мы принадлежим к школе, которая на вдохе. И потом объяснял, что надо выпить, задержать дыхание, закусить и потом только выпускать через нос воздух, где все ароматы, закуски и выпивки смешаются. Воедино совершенно. Согласен, да. Ничего, что я курю? Ты хозяинка? Ну да, у нас здесь не лотто. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признает, что передачи Севы оказали на его творчество большое влияние. Это хорошо. И естественные вот такие немножко вот отражения можно направлять по-разному. Представьте себе меня. В 1978 году. Волосы до плеч, мрачная рожа. Человек, чувак, живущий на Урале, идущий домой с гитарой. На него все смотрят косо, шпана местная. Что это за там чувак такой? Там, тишина, темнота. К сожалению, у тебя есть еще два друга в соседних девятиэтажках или в хрущевках, которые понимают, да. А больше, может быть, даже и никто. и включаешь ты радио. Оттуда идет этника. Город, Лондон, BBC, Сева, новгородцев. И с тобой разговаривает, ну, как старший брат. И обсужает с тобой музыку. И говорит о том, что жизнь, на самом деле, и ничего. И надо рубиться, и надо писать песни, и надо слушать музыку, потому что, в принципе, больше ничего особенного-то в жизни не существует, кроме как читать книжки, немножко писать и немножко слушать. Их судьбы чем-то похожи. Сева с трудом пробивался на сцену в составе джазового оркестра, а Шевчука запрещали, потому что он играл рок. Вот старое объявление Дворец спорта «Динамо». Довожу, что главный правильный культуры не рекомендует проводить на площадке «Дворец спорта» концерт группы «Алиса», «ДДТ» и «Кино». 1989 год. Еще запрещали. В 1989? Да. Вот это реальная бумажка. Ну и сейчас опять вот то же самое 25. Под влиянием передач Севы выросло, похоже, целое поколение российских рок-музыкантов. Наверное, сейчас вот трудно, да, объяснить, что может представлять для себя какая-то там ежедневная получасовая передача для вообще, для музыканта, для жизни людей. А вот я даже могу сказать, что у нас была история в группе «Странной игре» репетировать. Мы свои репетиции подгоняли. То есть мы заканчивали, когда было в полночь, а мы репетировали в Пригороде, Петербург. Тогда Ленинград был. И поэтому так, ребята, ребята, его Севкой называли. На Севку не успеваем, на Севку не успеваем. Если кто-то где-то пропустил по какой-то причине, то он был рассказать, что там вчера было, что Севка рассказывала. Для нас каждая пятница это был такой момент открытия. Информации было мало. И поэтому вот эта каждая передача, она давала нам новые имена и новые направления. И может быть, на следующий день мы уже пытались с друзьями все это как-то переварить и подумать, как нам надо играть музыку дальше. Для многих Сева стал эдаким гидом в западный мир. Для некоторых даже буквально. Например, Борис Гребенщиков, частый гость в Лондоне. Сейчас он записывает здесь очередной альбом. Но понять, что к чему во время первых визитов было непросто. Выручал Сева. Сева учил меня, как нужно парковать машину. Когда мне нужна была гитара, он дал мне свою гитару. Когда нужна была какая-то реклама, я шел к нему, он сразу делал все, о чем я его просил. И получилось, что Лондон связан для меня с Севой Новгородцевым. И он открывал в этом городе для меня самые приятные и интересные места. Тепло отзывается о Севе не только джазмены и рок-музыканты. Звезда советской эстрады Юрий Антонов не скрывает, что тоже слушал передачи Севы. Его роль на радио многие годы позволяла нам услышать современную музыку, учиться на ней, играть, исполнять песни. И, конечно, его шутки, которые там звучали, это были, анекдоты были на весь Советский Союз. В начале 70-х Юрий и Сева играли в одной группе, но затем пути музыкантов разошлись. Но они продолжали следить за творчеством друг друга. Великобритания его оценила по заслугам, его работу, ведущего, такую очень важную. В 2005-м королева лично вручила Севе знак кавалера ордена Британской империи. Но ценят Севу не за титулы. На первую встречу Севы с фанатами в 1990-м году пришло несколько сотен человек. Праздничный концерт длился больше шести часов. И эти встречи продолжаются до сих пор. Наступило время, когда мешками приходили к Севе письма от слушателей. И начальство было, надо сказать, серьезно озабочено этим. Как это так, что вот один человек вдруг получает мешки и писем и затмевает собой все остальное. Сева, благодаря своим программам, музыкальным программам, он стал, я без преувеличения могу сказать, он стал больше, чем русская служба BBC. Сева, Сева, Новгородцы, город Лондон, BBC. Субтитры создавал DimaTorzok